Расследуя преступления, совершенные Артуром Эбелем и его знакомыми, следствие опиралось на показания четырех потерпевших девушек и свидетелей. Таким образом удалось доказать причастность обвиняемых к 25 преступлениям. В 2006 году они организовали агентство по оказанию интимных услуг населению. В это интимное агентство они вовлекали девушек принудительно. В том числе несовершеннолетних, совершали в отношении этих девушек преступления, похищали их, применяли к ним насилие, вымогали у них денежные средства незаконно. Как правило, в занятия проституции под различными предлогами привлекали приезжих девушек, отбирали у них паспорта и постоянно меняли квартиры, где содержались проститутки. При попытке женщин уйти из агентств угрожали и удерживали насильно. Одна из потерпевших рассказала, что дважды пыталась сбежать из рабства, но ее возвращали обратно. В июне 2008 года с целью принуждения одной из женщин к занятию проституцией, ее насильно вывезли в гараж, расположенный на улице Коломенская, Московского района города Казани, где насильно удерживали в течение пяти дней. При этом пристегнули женщину наручниками к столу и путем угроз применения насилия заставили женщину написать долговую расписку на сумму 100 тысяч рублей. После этого, спустя два месяца, также женщину вывезли в гараж, где совершили в отношении нее групповое изнасилование. При этом женщина находилась в положении. После того, как женщина сбежала от злоумышленников, она два раза пыталась покончить жизнь с убийством. Если суд посчитает вину подсудимых доказанной, им может грозить наказание в виде лишения свободы до 25 лет. 25 лет в эфире. С вами и для вас.